Тыква и кабачок Тыква и цукини, или кабачок, относятся к семейству тыквенных – кукурбитосия. Большинство из них – однолетние растения, которые делятся на несколько видов. Тыква обыкновенная, или тыква пепо – кукурбито пепо. Вид, который включает непосредственно кабачки, патиссоны, масляную тыкву и некоторые декоративные тыквы. Это в основном кустовые растения. Листья зачастую глубоко зубчатые, стебли, как и листья, колючие. Семена выпуклые, однородного серо-белого цвета, с утолщением по краю. Тыква гигантская, или тыква крупноплодная – кукурбито максима – дикие виды, которые встречаются в Аргентине и Боливии. Они характеризуются очень длинными, нежесткими, неколючими и в большинстве своем ползучими стеблями. Листья крупные, ворсистые, неглубоко разрезаны и имеют округлую форму. Плодоножка плода также всегда округлая и похожа на пробку. Она часто трескается и является толще стебля. Семена часто покрыты слабо прилегающей пленкой. Они овальные и часто выпуклые. Тыква мускатная, кукурбито мочата – растение с ползучими, очень длинными, ворсистыми и изогнутыми стеблями. Ее листья немного округлые и не зубчатые, имеют довольно выраженные углы. Плодоножка твердая, ворсистая и немного угловатая. Семена бежевого цвета, продолговатые и имеют темно-бежевые края. Этот вид требует больше тепла, чем другие тыквы. В более холодных регионах плоды не всегда созревают. Опыление Тыква – однодомное растение, то есть на одном и том же растении есть мужские и женские цветки. Различают женские цветки по их завязи – мини-тыкве, которая находится под цветком. И мужские цветки, расположенные в конце длинных стеблей. Цветки открываются только один день. Тыква может быть самопыляемой, то есть женский цветок может быть оплодотворен пыльцой мужского цветка того же растения. Но перекрестное оплодотворение все же преобладает между разными растениями одного и того же сорта и внутри одного и того же вида. Именно насекомые, в частности пчелы, опыляют цветки тыквы. Единственное возможное межвидовое скрещивание между кукурбита аргиросперма и мошата очень редко с дикой кукурбита пеппо. Поэтому возможно выращивать два вида тыквы бок о бок, без риска скрещивания. С другой стороны, два сорта тыквы одного и того же вида должны быть разделены дистанцией в один километр. Эту дистанцию можно сократить к 500 метрам. При наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как живая изгородь. Существует несколько способов получения семян разных сортов одного и того же вида тыквы, выращиваемых рядом в саду. Первый метод состоит в том, чтобы полностью укрыть один сорт под противомоскитной сеткой и установить улей с пчелами. Это сложная операция для сильно ползучих сортов, которые очень быстро заполняют объем и препятствуют легкому перемещению насекомых. Второй метод состоит в укрытии двух сортов под двумя разными противомоскитными сетками и в попеременном открытии и закрытии противомоскитных сеток через день, позволяя диким насекомым выполнять свою работу. Третий метод – это ручное опыление цветов. Процесс прост, потому что цветки очень большие и хорошо видны. К этим трем методам мы будем ссылаться в блоке о технической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл Цикл выращивания семенного растения Для лучшего генетического разнообразия отберите не менее шести семенных растений. Идеальным было бы вырастить хотя бы дюжину растений. КОНЕЦ Очень тщательно отбирайте семенные растения в зависимости от характеристик сорта. Например, наличие или отсутствие ползучих стеблей. Проверьте форму и размер плода, вкус и текстуру его мякоти. Или он обладает способностью долгого хранения. Также проверьте его устойчивость к болезням. Степень зрелости семенного растения тыквы такая же, как и для пищевой тыквы, которую обычно едят зрелой. Исключение составляют некоторые виды тыквы пепо, такие как патиссоны и цукини, которые употребляют незрелыми. Кабачкам нужно позволить созреть так же, как и тыкве, пока они не изменят цвет, не приобретут окончательный размер и плодоножка не станет сухая, а кожура жесткая. Затем вы можете собрать их и поместить в сухое место и дать им созреть не менее одного месяца. Благодаря этому семена будут еще более урожайными, плодоносными. Извлечение, сортировка и хранение семян. Чтобы удалить семена, тыкву разрезают. Семена выберите ложкой, избегайте удаления очень большого количества мякоти. Промойте водой. Для некоторых сортов мякоть трудно отделить от семян. В таких случаях семена можно замочить с отходами в воде комнатной температуры и забрать семена на следующий день. Высушите семена при температуре 22-25 градусов Цельсия в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы быть уверенным, что семена полностью высохли, попробуйте согнуть их. Если семечка ломается, значит она сухая. Положите в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства. Потому что иногда надпись на пакете может стереться. Идеальным вариантом будет положить семена на несколько дней в морозильную камеру, чтобы устранить нежелательных паразитов. Семена тыквы имеют схожесть в среднем 6 лет и могут сохранять схожесть до 10 лет. Эту способность можно продлить за счет хранения семян в морозильной камере. Эту способность можно продлить за счет хранения семена.